Девушки отдыхают Мы хотели решить как-то без ГАИ, потому что страховка уже вышла Во сколько может обойтись желание сэкономить на страховке? И трагичный финал соседских возлияний Я не думаю, я знаю откровенно, что у него битабили этот яд Два брата отравились, предположительно, ядом от тараканов Это не только прямо сейчас Вилял из стороны в сторону, периодически выезжая на встречную полосу, чем и вызвал подозрения Ночью на улице Дементьева автоинспектора остановили водителя Деонекси, у которого были все признаки опьянения После прохождения теста на алкоголь мужчина стал отрицать свою причастность к произошедшему И обвинял стражей порядка в противоправных действиях Версия события в материале Айрата Назипова Тот факт, что когда его задержали, он был за рулем, мужчина отрицал, заявляя, что полицейские остановили его, когда он шел пешком Впрочем, у этой истории была еще одна версия По рассказам очевидцев, 44-летний мужчина вместе со своим другом выпивали дома Когда алкоголь закончился, решили направиться в магазин То ли для того, чтобы не терять время, то ли потому, что пешком идти было уже сложно Но мужчина сел за руль Правда, далеко уехать не смог При выезде из двора по улице Дементьева автомобиль заприметил проезжающий мимо патруль Что было дальше, мужчина описал довольно лаконично Просто убили менты Убили? Как вас убили? Меня просто тупо убили Поведение мужчины, как и его вождение, автоинспекторам показало странным Они предложили водителю пройти тест на алкоголь Результат развеял все сомнения 1,316 В нетрезвом виде за рулем мужчина попался впервые Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей Кроме того, с высокой вероятностью ему придется забыть о вождении Как минимум на ближайшие полтора года Аэрод Назиповный, сами не отзывы Константин Бушуев Вызов 112 Несоблюдение дистанции и превышение скоростного режима Стали причиной ДТП по улице Борисковская Автомобиль Лады 13 модели протаранил Ладу Приору Подробности аварии знает Рамиль Шайдулин Я только начал ехать, перестанавливать, но скорость занижать А потом уже сзади по зеркалам смотрю На большой скорости въехала вот эта 13 Молодой человек, рассказывает, отвез друга и направлялся в сторону дома по улице Борисковская Хотел остановиться, начал снижать скорость Но в какой-то момент сзади и на большой скорости его машину протаранила Лада 13 модели Ну, хотели решить как-то без ГАИ, потому что у него страховка уже вышла Второй участник аварии как-то прокомментировать ситуацию на камеру отказался Однако, по словам водителя Приоры, он свою вину не признает А также признался, что у него, оказалось, вышел срок страховки А это значит, если его вина будет доказана, ему придется оплачивать ремонт автомобилей из своего кармана Ущерб он примерно оценивает в 60 тысяч рублей Участники ДТП остались дожидаться сотрудников автоинспекции Которым и предстоит разобраться в произошедшем Рамиль Шайдулин, Офиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112 Лада Гранта и Hyundai Accent столкнулись этим утром на пресечении улиц Гудованцево и Беломорская По предварительной версии, иномарка протаранила отечественный автомобиль В результате аварии у Лады повреждена правая передняя часть Досталось и второй машине Hyundai повредил передний бампер Серьезная авария произошла и в набережных Челнах Там столкнулись автомобиль Джили и трамвай По предварительной версии, легковушка выезжала на проспект Мира Тогда как трамвай двигался во встречном направлении В результате аварии образовалась пробка, из-за которой на линии встало около 15 вагонов в обе стороны Водитель иномарки потребовалась помощь медиков В результате дорожного транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля Джили Мужчина 1952 года рождения Который был доставлен в БСМП с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма Сотрясение головного мозга, перелом правой голени 12-летняя девочка угодила под колеса Лада Приора в Автограде ДТП произошло на пресечении Московского и Автозаводского проспектов Как отметил 37-летний водитель, скорость, с которой он ехал, не превышала допустимую Девочка переходила дорогу вместе со своей бабушкой И неожиданно побежала на запрещающий сигнал светофора С травмами различной степени тяжести, в том числе и переломом тазовой кости Ее доставили в больницу скорой медицинской помощи Получается, я еду на свой разрешающий свет и они выбегают на дорогу Я по тормозам и, как видите, гололед Машину понесло и уж совершил этот уж наезд Двигаясь по проспекту Московский со стороны бульвара Камала в направлении проспекта Автозаводский Совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, девочку 2005 года рождения 19-летняя студентка одного из казанских колледжей попала под поезд в Арском районе Трагедия произошла ранним утром на железнодорожном переходе в районе села Ашабаш По предварительной версии, пассажирский поезд, следующий маршрутом Казань-Ижевск Сбил девушку, когда та была в наушниках Судя по всему, из-за громкой музыки она не слышала приближения поезда На данный момент проводится доследственная проверка Тела двух братьев, живущих в одной квартире, обнаружили в ночь на понедельник в Нижнекамске Соседи близко с ними знакомы не были, желания такого не возникало Говорят, что одному было 57, другому 53, любили выпить и не стремились к чистоте Уверены, что причиной смерти стало отравление, причем не алкоголем Говорят, они вполне могли выпить и яд для уничтожения тараканов Сергей Хайдаров продолжит О братьях, живших в квартире, соседи не самого лучшего мнения Утверждают регулярно пили, шумели, вводили в гости людей без определенного места жительства Тот день не стал исключением Мужчины выпивали, но в этот раз гулянка продолжалась недолго Все успокоилось часам к девяти, а на следующую ночь соседей разбудила полиция Вызвал ихний друг какой-то, да? Да, ну, собрательник их Вызвал он и он сейчас видимо ко мне, я не слышала Он пошел в магазин, продавщица вызвала Мужчина, вызвавший полицию, огоревал в той самой квартире, где и нашли тела двух братьев Он был сильно пьян, но смог рассказать, что случилось По его словам, когда у его товарищей закончился алкоголь, они стали пить Жидкость для уничтожения тараканов Ими, кстати, квартира просто кишит Сплошно муравейник из тараканов А, то есть яд от тараканов вы думаете, что ли? Я не думаю, я знаю откровенно, что они употребили этот яд Следствие придерживается такой же версии, однако утверждать, что стало причиной смерти со стопроцентной уверенностью, пока не могут У нас установлено, что там какая-то соседка им приносила какую-то жидкость для того, чтобы травить тараканов Пока предположение такое, что они, видимо, эту жидкость давно употребили Результаты вскрытия пока нет Помои в каких-либо стадиях травм у них не было Точная причина смерти станет ясна после проведения всех необходимых экспертиз Сергей Хайдаров, Эльвира Софиульна, Марсель Джураев, вызов 112 В Альметьевске задержали пенсионерку по подозрению в убийстве Получив информацию о преступлении, сотрудники Росгвардии направились к дому по улице Фахредина На месте они установили, что супруги поссорились во время совместного распития спиртного В ходе конфликта 57-летняя пенсионерка схватила нож и ударила им в грудь своему 62-летнему гражданскому мужу От полученных травм ранее судимый мужчина скончался, задержанную передали полицейским В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» Как можно удивить хозяев частного дома? Каким способом рыбы скопировали сценарий известного мультфильма? И почему не стоит скрываться с места ДТП? Ответы на эти вопросы вы услышите в рубрике «Сплошные проколы» Этого гостя и в таком виде хозяева дома никак не ждали Осел, пасущийся на холме, оступился и упал, проломив крышу жилого помещения Животное застряло, а удивленные жильцы не могли что-либо сделать Впрочем, развязка наступила быстро К счастью для осла, его захватывающее приключение закончилось без травм Обильный снегопад у всех вызывает различную реакцию К примеру, Манул, живущий в московском зоопарке, был, мягко говоря, в шоке Животное с большим удивлением и подозрением прошлось по заснеженным просторам Судя по всему, такой день она никогда не забудет А эти рыбы имели шанс повторить сценарий известного мультфильма В грузинском супермаркете лопнул аквариум Все содержимое вместе с его обитателями оказалось на полу Впрочем, наслаждаться свободой им пришлось недолго Сотрудники магазина стали вылавливать товар на глазах у удивленных посетителей Короче, меня только что ударила машина Ударила и бежала За несколько мгновений до этого момента в стоящий транспорт въехала легковушка Вместо того, чтобы дождаться автоинспекторов, виновник ДТП решил скрыться Впрочем, автор пострадавшей машины особо не горевал Как говорится, я тебя найду Александр Сабирова, Вызов 112 И это все, о чем мы успели вам рассказать Обо всех происшествиях Вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 Или на мобильный 8-98-69-112-112 Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте Туда можно присылать и снятое вами видео В студии был Айдар Гумеров До встречи И не бросайте вызов судьбе Вдруг она его примет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!